Качественное горячее питание детям. В общественной палате Карачао-Черкесии прошла региональная конференция совершенствования системы питания в образовательных организациях республики. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования, Роспотребнадзора, общественных организаций и наш корреспондент Алихан Левшоков. Данная встреча позволит обсудить эффективные модели и практики управления организацией питания в образовательных учреждениях нашего региона, отмечают участники региональной конференции. Представители общественной палаты Карачао-Черкесии отметили, что с введением закона об обеспечении бесплатного горячего питания в школах был проведен мониторинг, в ходе которого проверяли качество еды и соответствие столовых требованиям сампина, а также их оснащение необходимым современным оборудованием. Я знаю, что в этом году, начиная с сентября месяца, общественный контроль, осуществляемый и народным собранием Карачао-Черкесской республики, и уполномоченным по правам человека, и общественная палата нашей Карачао-Черкесской республики осуществляли такой мониторинг общеобразовательных учреждений. С 27 сентября у нас в общественной палате действует горячая линия. Министр образования и науки по Карачао-Черкесии Инна Кравченко подробно рассказала об оснащении пищеблока в школьных столовых качественными продуктами. Также были затронуты вопросы, касающиеся нормирования питания в образовательных организациях и применения типовых меню. 1 сентября 2020 года во всех образовательных организациях республики для учащихся младших классов, а это 24 тысячи детей, организовано одноразовое горячее питание. В настоящее время подготовлен проект постановления правительства республики об обеспечении бесплатным питанием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с 5 по 11 классы, посещающих школу. И такой контингент у нас набрался в количестве 1300 школьников. Руководитель Роспотребнадзора республики Сергей Бескокотов особо обратил внимание на продукты местного производства, в которых содержатся необходимые витамины и минералы, а еще на типовое меню и особенности организации питания для детей с хроническими заболеваниями. В санитарных правах имеются данные о возможности дополнительного обогащения рационов витаминами и микроэлементами. Так, сегодня в некоторые продукты и готовые блюда могут добавляться специальные витаминно-минеральные примиксы, предварительно смешанные сухие компоненты. Дополнительно учащиеся могут получать витаминизированные напитки. С начала 2020 года для приготовления блюд должна использоваться только ядированная поваренная соль. Йод относится к жизненно важным элементам, но в России практически нет территории, где бы не было дефицита йода в почве, воде и местных продуктах. Важно отметить, что Карачаево-Черкесия получила высокую оценку по организации горячего питания для школьников в ходе проведенного мониторинга в регионах России. Собравшиеся уверены, что она была получена благодаря слаженной работе различных ведомств республики. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.